Холл Дворца искусств задолго до начала встречи наполняется людьми. Руководство и специалисты трудовых коллективов в предвкушении. Им выдается редкая возможность услышать правду из первых уст. Здесь разместились исторические выставки, которые отражают как никогда актуальную сегодня тему. Важность помнить прошлое, чтобы не допустить подобного в будущем. На выставке представлены различные данные. В основном это статистические данные по Могилевской области и по Бобруйскому району, а также по городу Бобруйску. Сколько было уничтожено население, сожжено деревень, городов. Сколько людей пострадало за время оккупации в годы Великой Отечественной войны. В зале полная посадка, около тысячи человек. Первое слово за главой администрации президента. Игорь Сергеенко отмечает, за последние пять лет численность формирований НАТО в Восточной Европе выросла в три раза. Количество авиации увеличилось в пять. Все началось еще с 2017-го. Это говорит о планомерном наращивании военной силы. Я уверен, что раскачать наше общество не получится. Но чтобы этого не произошло, нужны скоординированные действия всех. А чтобы вот это единство у нас было реально, мы не должны ничего скрывать. Мы должны людям объяснять и говорить ту правду, которая есть. И вместе находить решение. Глава администрации президента добавляет, живя обычной жизнью, трудясь на производстве, необходимо понимать, какая складывается картина и какие меры принимает руководство страны для защиты от посягательств. Активизация информационно-психологической войны – это реалии сегодняшнего дня. Все неоднозначно и непросто, заключает спикер. Лично мне, допустим, встреча понравилась. Сравнительный анализ был дан четко. Ну и на высоком профессиональном уровне. Большое спасибо организаторам этого мероприятия, большое спасибо докладчикам, потому что на сегодняшний день много бросов на просторов интернета ложной информации, и порой люди просто не знают, кому верить. Такие встречи необходимы, когда первые лица государства, люди, которые видят всю ситуацию, которая складывается и внутри страны, и, скажем так, на наших границах, выезжают в регионы и, скажем так, из первых уст рассказывают и о ситуации в стране, и о том, собственно, как мы будем дальше развиваться. Каждый должен на своем месте внести какой-то вклад. Кто-то в трудовые деятельности, кто-то в воспитании детей, кто-то, ну, каждый по капельке. Я думаю, что целостность все-таки и единство, вот в этом случае народа, да, вот как бы не банально это звучало, это очень важно. Беларусь никому не угрожает и не хочет войны. В нынешней обстановке руководство страны принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить национальную безопасность. Благодаря единству общества, сильной вертикали власти и грамотной политике главы государства, работать в постоянно меняющихся внутренних и внешних условиях мы научились. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.